В замечательном городе Сочи живет Создатель Железных Людей и Животных. Именно Создатель, потому что его произведения не хочется называть арт-объектами. Акоп Халафян наделил каждого из них душой. И у каждого свой характер и свое неподстоимое «Я». Акоп, это что за образ? Это продолжение темы. Отец, сын, отец и мать. Тема с семьей. Уже готовые работы. Тема сейчас и отец, и дочь. Но это тема не только семьи, тема любви. Вообще, это главная, большая, самая большая, главная, основная тема. Тема любви. Это одна. И вторая тема, это, ну, вот, работы вы видели там, молитва, прощаянная, потом разрушенный рот. Это другая тема. То есть тема любви и тема разрушения. Это вещи, которые волнуют всех, по-моему. Те, кто способен волноваться. Вы выросли дома. В окружении, в атмосфере. Да, у нас семья была большая. Когда мы приехали в Краснодар, из Армении, у нас было 8 человек. Дедушка, бабушка, папа, мама и четверо детей. И мы все жили скучно, тесно. Но в любви. Да. Денег особых не было. Но мы все были обласканы. Все дети были обласканы. То есть вся семья, взрослые работали на нас. В эти работы вовсе вкладывается, естественно, армянское начало. Да? Скажем. Ну, я хочу, избегаю прямого в лоб. Вообще я вырос в русском мире. И я, в общем-то, армянин, выросший в русском мире. Но мое детство до 7 лет прошло в Армении. И запах гор, мелодика, география, песни матери детские. Все воспоминания детства. Да, да, это все у меня в крови, в этом, на генетическом уровне. Поэтому все, что я не делаю, я хочу, чтобы это было общее такое. Стараюсь, чтобы на человеческом уровне, но чтобы в основе, формула и код был тот код, которым я родился. Во всех ваших работах присутствует личная тема? А без личности ничего не получается. Вся работа, все работы, которые делают, даже портрет кузнеца или продавец, это везде присутствует моя личность. Без нее, вообще, если художник безликий, то есть он в душевном, в личностном плане не состоялся. Душа у него не распахнута, не глубокая. Душа может быть обширной и глубинной. Человек может быть, интеллект у него может быть там 3 сантиметра, 4, а может быть бесконечный. То есть это зависит от личности человека. И все, что делает художник, это его автопортрет. И чем тоньше и глубже душа, тем он больше чувствует, тем больше входит в контакт с Богом, тем больше обширнее в него любовь. Дыхание Бога, вот в антропоморском понимании, это любовь. И художник, он должен наполнять свою работу вот это дыхание Бога, любовью. И тогда вот она живет уже дальше своей собственной жизнью. Художник, как и любой творческий человек, интересен людям, когда ему есть что сказать. Когда его внутренний мир переполнен образами, которые породила его душа, исполненная любовью. Любовью к жизни, кормении, любовью к людям. И люди, в свою очередь, относятся с такой же любовью к образам, созданным мастером из металла, с неповторимым юмором и тонкой иронией. Или самой иронией. Что это за такой замечательный арт-объект с такими трогательными коровьими, грустными глазами? Ну, это корова. Очень трогательная. Да, я ее сделаю, она будет улыбаться. Грустная, но будет улыбаться. А что-то коровка будет стоять у стоматологической клиники. Почему коровка? Ну, там история немножко такая удлиненная. Они учились, по-моему, в Иркутске или Красноярске. И у них перед учебным заведением стояла корова. Но это была буддийская корова. Сейчас вот мы ее уже собрали. Сейчас я ее готовлю к покраске. Вот золото мне позволяет уже как-то представить, как будет графика. Плодородие? То есть корова берет молоко? Да, но то, что корова у нее вымешит такое выдающееся. То есть это такая немножко фантазия, игра. Вот для детей это актуально. Это уже мышинная жизнь. Любители сыров, сметаны. И вот они на хребте этой коровы, у них там целый сюжет разворачивается. Как они к стаканчику бегут. Другой уже залез в стакан, покушал, откушал. Ну, вот такая. То есть тут два сюжета, да. Я думаю, так, для развлечения. Но они тоже будут цветные. То есть это все будет цветное. И вот будет корова со своей углубленной в себе. А на ее хребте, на спине происходит танец жизни. Мне кажется, что этот конь в пальто, ставший частью культурной среды города Сочи, чем-то невыловимо похож на каждого из нас. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ